Я, кстати, не опоздал на свой прямой эфир, а вышел даже заблаговременно. За две минуты. Обычно мне кто-нибудь... Мне кажется, что я леди ярко стало. Не, нормально. Не, когда ты повернулся, прям... Лучше зараный. Да, потому что я лучше зараный. Обычно мне кто-нибудь в чат пишет, что у тебя прямой эфир 20 минут назад начался. Привет! Ой, я буду скрипеть. Здорово. Можешь поменять? Менее скрипучий стул. Ну, тоже ничего. Не, можно он там. Какой? А, вот тут еще. Сейчас, блин. Может, он меньше скрипучий. Выбираю стулья, чтобы не скрипеть. Понятно. О, ништяк. Да, решил на всех стульях посидеть. Салют. Как жив-здоров, здоров-жив. Йоу. Бишкек-салют. Тут уже не светится. Нам уже с тобой, Ваня, ничего не светится. Ничего себе. Прям пунктуален. Да, неприличие сегодня. Да, об этом я и говорю. Я впервые не опоздал, кажется, на свой эфир. Еще пришел заранее. И еще даже, видите, какой фильтр выбрал красивый. С напоминанием времени. И подсветочку сзади Ваня сделал. Подскажи хорошую студию в Краснодаре для записи. Студия у ВОВМ. Студия у Димы Ольховацкого TRB Records называется. И студия Tonica Records. Вот, три студии рекомендую. Еще Марин Саунд. Но там уже, смотрите. Ты кто? Говорит Дмитрий Деев 1994. А ты кто? Дмитрий Деев 1994. Дождалась, не уснула. Слава Богу. Главное, 15-го не опоздаешь. Хорошо. Привет. Ты был в Севастополе? Куда я должен быть? А, 15-го. Да. Ты был в Севастополе? Был. Привет. Когда концерт в Минске? Не знаю. Подскажи, когда ты ебло закроешь? Вань, есть варианты? Не скоро. Не скоро, прости. Как ремонт проходит? Отлично. Слушаем вас. Спасибо. Салют. Салют. Ты что будешь? Исполнять или так поговорить? Собрались. Как карта ляжет? Волк по жизни. Ай. Красавец. Огонек. В Самаре есть планы дать концерт? Хотелось бы. Господи, что в чате происходит? Не знаю. Как нога, дружище? Намного лучше. Это понял? Это типа как Блиц. Просто час буду вот так вот. Привет. Позови Дашу в прямой эфир. Даша! Даш! С днем пожилого человека. Спасибо. Сегодня день музыки, день пожилого человека и еще какой-то день. А, пятница. Серег, подскажи, расскажи, что с треком «Белые розы». Ну, он лежит. Мы его доделываем, кстати. Там такое музло дальше. Чу! А как? Иу! 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 Когда-нибудь в Барнаул доедешь. Когда-нибудь в Барнаул доеду. Но, судя по всему, скорее, Барнаул весь переедет в Краснодар. Это очень смешно. Привет, когда новые треки. Пишу новый трек. Девочка, которая брала у тебя интервью, она очень классный журналист. Белые розы с алой. Казахстан тебя приветствует. Салам, Казахстан. Когда концерт в Севастополе, не знаю. Ты выбрал цитату, которая может быть на одежде. Выбрали несколько цитат на одежду. Сейчас рисуем на них картинки для этих цитат, принты. И скоро все будет. Где можно купить футболку, модель поведения? От нас спросить у Саши Анджела. Он в группе модель поведения. Это его группа модель поведения. И все вопросы по модель поведения к нему. Если бы знал, сказал. Но, скорее всего, можно купить у Саши Анджела. Хеллоу из Армении. Хеллоу в Армению. Привет с Хакаси. Привет с Хакаси. Дуй в Баку. В Баку тоже бы подул. Когда в Минске будешь, не знаю. Очень хочу. Привет Белоруссия. Салют. Но хочется все-таки к нам. Хочется все-таки к вам. Три лучших рэпера в России. Каждый решает сам для себя. Когда в Казахстане будет концерт. Не знаю. С Майер поддерживаешь отношения. Только в Инстаграме лайки друг другу ставим. Что нового? Песни новые пишу. Ну, как ты? Че ты вообще? Как? Че? Как? Нормально. Как дела? Как осень? Холодно? Пиздец. Ну, то есть, в прошлом году в это время можно было на море еще съездить куда-нибудь и так далее. Оказавшись перед Путиным, что скажешь ему? Юра? Сережа, привет. Есть инфа, когда выйдет интервью, которое после акустики снимали в МСХ. А, у Макса Задворного. Это лучше у него спросить. Должны скоро. Привет с Петра Метальникова. Привет. Привет. Кемерова. Привет. Когда Челябинск? Не знаю. Классный фон. Спасибо. Привет. Дудь не нужно Баку. Нужен концерт. Ну, привозите. Погнали. Привет, Таджикистан. А салют, Таджикистан. Скриш, поддерживаешь? Скриз, поддерживаешь? Общение поддерживаю. Я пытаюсь успеть читать комментарии, пока они не уходят вверх. Какие-то сады всякие выбрал. Потом расскажу. Привет из Душанбе. Привет, Душанбе. Скинул свои 4 килограмма. Зал не забросил. 4 килограмма скинул. Зал не забросил. Бицуха уже просто. Ёмно. Ты добрый или мне кажется ее злой? Почему нет треков, как пустяк? Потому что он один неповторимый. Не задолбали вопросы про песни на ТНТ? Ну, некоторые. Спасибо за концерт. Спасибо вам. Очень интересные мысли вы скажете на глобальной темы. Спасибо, что интересуетесь. Цените. А я обычно думаю, нахрен кому эти мысли нужны. Оказывается, кому-то это интересно. Ты как Тина Канделаки в самом умном. Хорошо, что только там. Братан, да, залил антифриз. В понедельник поедут турбину подкидывать. Какие впечатления после квартирника? Как вам Маргулис? Дядя Женя суперкрутой. Мы были не только на квартирнике. До этого мы были на вписке у Маргулиса. На ютубе есть проект. Ну, или не только на ютубе. В общем, в интернете. Посмотрите, там есть акустика. Саня Эстетом еще ведущий. Мы там подпели песни. И нас позвали еще раз на квартирник. И вроде как зовут еще раз на квартирник, на новогодний. Но пока я не знаю, стопроцентно это инфа или нет. Твоя зубная паста с Тором? Вчера. Вчера у меня закончила зубная паста. Я пошел и купил зубную пасту без Тора. Когда в Казахстан? Не знаю. Игру в кальмара посмотрел в итоге? Я посмотрел две серии игры в кальмара. Одну вчера, одну сегодня утром. Прикольно. Интересно. Корейцы эти неожиданно. В смысле неожиданно, непривычно. Я смотрел парочку, может, корейских фильмов. И всегда мне очень странным кажется, как они разговаривают, расставляют акценты и интонации у них. То есть из серии там. Это типа, как дела? Ждем квартирник в предвкушении. Не пропустите. Завтра в ночь субботы на воскресенье на НТВ после полуночи будет квартирник у Маргулиса, где мы с полным бэндом играем программу. А дядя Дженя суперкрутой дядька. Привет из Севастополя. Привет, Севастополь. Дина Максимова. О, привет. Украина в планах есть? Пока нету. Хотелось бы, но я там враг государства. Блин, ты клёвый чулок, обожаю твои песни. Теперь тебя тоже. Видели, что я научился? Опять не спать завтра. Ну да. Без сторож, чтоб шишковидная не забивалась, как завещал. Да, чтоб шишковидная не забивалась. Что за игра в кальмаре? Это сериал на Netflix сейчас самый популярный. Квартирник был реально кайф. Ждем эфир тоже. Жду. Что там с ПЦР? Нет короны? Нет, нету. Все нормально. Привет из ДНР. Привет ДНР. Привет. Когда в Стонии быть? Будет ли трек зима? Не знаю. Пока нет. Ты фенименаль, хоть не феминитивен. Когда планируешь выпускать мерч? Скоро. Где квартирник на НТВ? Не думал, что я попаду на НТВ. Но попал. Еще немного и тиктоки снимать. Слышали? Собака аж пискнула на улице. Знаешь, нравится свой голос в голосовых. Кажется, она камеру протерела. Смотришь тикток, залипаю иногда. Эфир будет сохранен. Будет. В какой мы реальности? В субъективной. Помнишь кастинг на нашествие? Она-то в Риде. Ты нас слушал. Группа не взрослеет. Дай песенку. Дай, дай, дай. Дай спою песенку в эфире. Блин, чувак. Прости. Я понял, да? Я помню кастинг. Но сегодня песенки петь не будем. Ну, в смысле, в эфире. Ну, в смысле, мы, может, что-нибудь споем. Ну, в общем, времени не так много. Привет, Дальний Восток. Привет, Дальний Восток. Сереж, привет. Спасибо тебе за нашу фотографию. Ваняш подходил, когда был концерт у Тони Гарри. Привет. Не проблема. Пожалуйста, что там с ремонтом в студии происходит? О, квартирник с Маргулисом. Квартирник с Маргулисом. Режим скорощения активирован. Помните, как в первых классах на время читали? Да. Ахахах. НТВ. Ладно, лишь бы не в передаче. Слухи, интриги, расследования. Скандалы. Да. К тебе на студию часто подписчики приходят. Нет, они у меня очень воспитанные, приличные, стараются не нарушать мое личное пространство, за что им благодарочка. Когда в Крым? Не знаю. Меня и так в Украину не пускают. Будет фит с рутбоем? Возможно. Ждать фиты с кем-то? Ждать. Ты в Краснодаре? В Краснодаре. Когда в Екатеринбурге будешь? Не знаю. Чувствуешь себя звездой? Нет. Попить надо. Ты крутой, Пермь смотрит. Пермь, я тоже на вас смотрю. Зачем идти на студию, когда студия идет на тебя? Как ты оказался у Маргулиса? Позвали. Когда в Краснодар приедешь, откуда? Сначала надо куда-то уехать. Лайк, хорош, хорош, лайк. Успеть за 60 секунд? Успел. Спасибо песням на то, что я узнал о твоей творчестве. Думаю, лучшее, что есть сейчас. Спасибо большое. Ты правда классный, это фотошоп, чтобы собрать классы. Почему написано Вета присоединился? А, это Рыбчинская, Елизавета. Я думаю, Лиза, думаю, почему ты какая-то Вета теперь? А это просто перенос был. Обрати внимание на Смоленск. Смоленск, привет. Вопрос из песен. Тебе не нравилась песня, не надо драмы? Ну, типа, ну это не совсем моя, как бы, тема. Ну, то есть, я туда куплет написал, как бы, и людям это нравится. Что ж, окей, но не могу сказать, что это прям моя музыка. Спасибо за творчество, пожалуйста. Когда концерт успел, не знаю. Крис на эфире. Крис, привет. Привет с Америки. Салют. Твое творчество супер. Спасибо. Почему так часто пропадаешь? Каждый день сторис пилю. Я стараюсь быть на связи с вами в этом инстаграме, чтобы его каждый день истории, рилсы, контент, посты, а вы говорите, пропадаю. Треки выходят каждый месяц или чаще. Следите лучше. Тексты крутые у тебя. Спасибо. Куда-то еще приглашают? Приглашаю. Где сейчас Даним Юс не знаешь? Не знаю. Привет, братик. Сочи рядом. Сочи салют. Пытаюсь до вас доехать. Все никак. Как погода в Форсандаре? Холодно, ветрено, отвратительно. Ненавижу такую погоду. Привет с Латвии. Латвия, привет. Залетай в ТикТок. Я там есть. Эрик Лучший, гитарист, музыкант современности. Окей. Я сейчас авиарежим включу. Секунду, чтобы никто не... Так, я не понял, как включить авиарежим. Там что-то не работает. Привет из Беларуси. Привет, Беларуси. Смотрел игру на ТНТ. Смотрел. Когда будешь... Ой, я не знаю, что это за флаг. Извините. Я не драгни. Петь будешь? Возможно. Какой чай любишь? Зеленый, черный, без сахара. Марафон ответов. Ответов марафон. Что для вас любовь? Принятие. Будет ли альбом такой коммерческий кач в ближайшее время? Альбом пока в ближайшее время не будет. Коммерческий кач, ну какой-то, может быть, будет. Привет. Будет встреча или концерт в Краснодаре? 17 октября в малом рок-баре Акустика в Краснодаре. А потом еще, думаю, фан-встречу проведем в новом барчике моих друзей. Почему игнорируешь? Не игнорирую. Интересно. Знаешь, музыканта Даню Кашина? Нет. Поднял настроение ответами. Скромностью ответов? Классно. Васягина помахал. Не болей там, не буду. Серус... Окей. Сладкое ешь? Иногда... Да, 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 да. Ем, но намного меньше, чем когда-то давным-давно. А, Эстония. Понял. В Эстонию пока не собираюсь. Ну, типа, не зовут. О, боги дождались. Класс. Трек со свободой ждать? Нет. Лучший лейбл, на твой взгляд, для начинающего артиста... Не знаю. 17 октября в маленьком рок-баре я буду? Я тоже буду. Прикинь, совпадение. Господи боже, опусика в Краснодаре. Вау! Привет, Эстоприморская... Сейчас еще три минуты отвечаем на вопросы здесь. Потом пойду и отвечу на немного вопросов, которые вы оставили. Камин... В вопросах вот там. Коньяк или виски или что-то еще. Да, честно, алкоголь надоело же. А так виски. Планирую... Но шашлычок под коньячок вкусно очень, знаете ли. Планируется ли тур? Пока нет. Ссори с Максом. Нет, просто песен пока не планировали. Приезжай в Алматы. Очень хотелось бы. В Самару не собираешься? Пока не зовут. Ты устал? Нет. Ты крутой, тута-крута. Согласен, что тута-крута. Я крутой. Очень спасибо. Что могу сказать? Не знаю. Есть вариант, что ты на акустике будешь трезвым? Ну, плюс-минус. В Москве на акустике. Я, кстати, видели, каким был? А ты же тогда не просто так был около бара, где был концерт Тони и Гарри. Что делал тогда? Пошел на концерт Тони и Гарри. Рад, что ты не попал в Blackstar. Там одни скандалы при уходе. Мы радуемся вещам, которые с нами либо случаются, либо по стечению обстоятельств не случаются, если они плохие. А это было осознанное решение и выбор. И радоваться своему осознанному решению. Блин, что вы спрашиваете? Будет ли еще типа Looking for Love в треке? Смотрите, куда у нас уходит трек, в какую сторону уходит трек Розы. Розы, Розы. Смотрите, смотрите. Это к вопросу I'm looking for love. Его еще найти надо. Розы, 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 Розы. Я не знаю, где проект. Я не знаю, почему не работает звук. Секунду, секунду не расходят. Не расходимся. Сейчас ищу, ищу музло показать. Варя, что со звуком? Хотел показать вам трек, а там что-то со звуком. Сейчас, помаху, помахал кому-нибудь. А что со звуком? Не знаю, что я на нему еду. Почему не так? Фух. Кстати, это не началось, когда вы зашли. Это из-за нас хочешь сказать? Очень похоже на то. Попробую перезагрузить. Так, пока компьютер перезагружается, возвращаюсь к вам. Тут кричат люди. Ваня! Чего здорово! Йоу! Йоу, камон! Каждому нужен Ваня, который решит проблему со звуком. Или хотя бы ее не создаст. Ремонт закончили? Да нет еще, но скоро. Пару недель. Кто импонирует у современных рэп-исполнителей наподобие Будды, Соды и так далее? Ваня, тебе кто импонирует у современных исполнителей наподобие Будды и Соды? Никто, вообще никто. Ваня очень категоричен. Очень категоричен. Я недавно, у кого-то из пацанов, кстати, вот, у Соды, наверное, это Сода был. Они все одинаковые, не знаю, у любого. В общем, я в Инсте где-то или в ТикТоке наткнулся на... Тебе спиру, что сердечки шлет? Руди! Тоже сердечки. Наткнулся на какой-то... Стоит Ру! Тик Бэтла! На какой-то трек наткнулся, типа новый клип вышел. По-моему, это Соды, наверное, был. С Сода. Ебать там кач, братан! Ну, не уверен, что Сода. Ну, кто ты... Ну, типа тебе понравится прям. Нет. Да? Нет, мне не понравится. Серега, привет, покажи пластинку на стене. Висит. Сто процентов те текст читаешь, уши вянут. Вот так, сто процентов никто, текст читаешь, уши вянут. Говорят, правда. Поцелав. Вот. Видишь, все сходится. Есть мои... Ну, типа есть музыка, которую мне интересно слушать. Есть музыка, которую мне неинтересно слушать. Как ты к Милохину относишься? Это ты или все еще я? Это люди спрашивают, как относитесь к Милохину? Слушай, ну, никак. Никак. Я вообще не очень представляю, что... Ну, типа я его вижу на каких-то, там, не знаю, в интернете, где-то, в рекламе, знаешь. Это никаким образом не формирует твои отношения, не влияет на твои отношения. Грубо говоря, я не знаю, кто это, кроме того, что он звезда ТикТок. Вот все. Остальное я ничего при нему не знаю. Ну, я не слежу за Милохиным. Типа я знаю, что это чувак, который в ТикТоке сильно стрельнул. Очень медийная личность. Ну, типа круто, что малой пацан работает и зарабатывает кучу денег, наверное, во благо Вайта. Что-то во благо Вайта. О, перезагрузился. Где тут тележан? А, надо было просто карточку перезагрузить, а не весь комп. Ягода малинка, о-о-о. Вот это другое дело. Это вот не ваши вот эти вот. Вот ягода малинка, я понимаю, блин. Ягода малинка, вот то вот, шантай, вот это наше, понимаешь, что это родненькое, свое, вот то. А вот ваши вот эти вот, Детройт, вот этот весь, вот то мы не понимаем, нет. Да, шо ж такое. Что, все равно не работали, сейчас заработают. Вчера пересматривал выпуски. Списочка. Бля, свечиться надо. Да, вот, кто не в курсе, есть, кто не в курсе, есть демка трека «Розы», и там я, я просто сел делать музло, и вдруг, ни с того ни с сего, напел туда припев «Белые розы», который «Ласковый майя», и сделал песню про… Про… Про эскорниц, про проституток, как и положено, поэту, пою проституткам стихи. Проституткам. Проституткам. А ты про проституток. Такая… Да. Блядь. А, да? Ну да. Я все напутал. Ну я им тоже читаю, пою эскорниц. Наверняка… 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 На концертах, на концертах, да. На концертах, да. Кто? Проститутка, плюс в чат. Да, дорогие проститутки и эскорницы. В гости города. В гости города, да. В гости города, да. Это песня для вас. Да. Отметьтесь, пожалуйста, если вы есть на концертах, там, еще где-то, еще где-то. Уважение профессии и так далее. Вот. Вот еще начал делать. Я помню, что я никогда в жизни не выкуплю, там, эти права, чтобы выпустить этот трек. Он не будет никогда коммерчески, там, каким-то успешным и так далее. И поэтому я подумал, ой, это как раз повод просто музлом заняться. И получается вот такой вот набросочек. И есть идеи, как его там доделать. И вряд ли он на Apple музыке какой-нибудь выйдет. Но сейчас Соболю вот трансляцию скину, звучит как угроза. Вот такое получается. Скажите, что думаете, если в таком направлении это там как-то подшаманить? Уважаемый дисторшн вешает нас назад. Когда берешь Синды, вешаешь на него гитарные перекрытия. 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 Кто-то уже перебор. Палил на берегах. Кент вызовет берегон. Тебе поросни. Харевуар. И вот тут самое интересное. Какая не проститутка. вот такое вот есть да ну как-нибудь доделаю выпущу мне кажется надо с видосом выпускать чисто как контент не как трека как контент short movie на режиссера учился сделаешь сценарий напишем в сахене проституток позовем хорошо а потом снимем блин платить придется если есть готовые к сотрудничеству по бартеру по бартеру есть вообще напишите нам пожалуйста где очки где-то надеюсь я их не потерял кстати ты женат нет привет из томска томск привет смотришь чбд иногда я проститутка звонить скин номер вам лишь бы проституток я режиссер световики все подъедут давай фит с локи дачу пока нет ну блин проституткам всегда везет видимо шарков кашель когда тур не знаю привет из душан б привет я ваня привет на твое творчество нужно прислать сниппет начинающего музыканта очень хотелось бы ты их нет не надо не надо присылать мне чувак при всем уважении к твоему творчеству твоему пути не присылайте мне сниппеты начинающих музыкантов если я не прошу об этом как вот было типа что прислите на почту потому что чаще всего ну типа не хочется это как говорит там это блин отличная песня по этому поводу есть у группы за . да и что на первом альбом и что-то ну лейтмотив не надо присылать демки ему да привет из сталина крутые треки тебя привет спасибо таллин короче пошла бухать дальше давай иди а нас еще много чего интересного будет уходи и скучно и понимаешь кристине татаровой 91 в этом уже понимаю понимаю наскучило многое общаетесь с кошелевой только когда макс не не знает каждый придет к своему сам тим гринберг тим с тобой не поспоришь никогда смотрел пресс-конференцию шока и жига нет казахстане концерт не знаю кристина татарова дай знать где ты находишься а ваник обои так она есть та которая вам нужно кто крутой ты безусловно всем салют мы максу не расскажем я очки сергея и мне грустно походу тебя потерял опять зачем уходить бухать если можно бухать с вами ты часто скидываешь свои демки девушкам ну как все модные рэперы как все модные рэперы нет не часто как не модный иногда бывает да это демки всех я думаю хули так плохо звучит тебе тебе все присылали все модные рэперы что по фитус на зиму этом когда-нибудь ну когда нибудь только я ставлю лайки ребята дайте давайте практичнее брат подари кофту с новой коллекции какую новой коллекции демон дизайн салют демон бухать хорошее решение это уже алкоголизм какой-то ребят так надо посмотреть вопросики у нас есть коснитесь вопроса чтобы ответить на него начнем как это делать нужен ли в жизни навык критического мышления как ты считаешь он никогда двигайся на автомате просто отнесись вот так не надо не обдумывай ничего к черту критическое мышление критическое мышление не надо у нас 100 специалист по критическому мышлению и вы бы знали куда его это привело сюда сюда в данный момент а как листать вопросы следующий вопрос расскажи про знакомство с ритой дакотой мы с ритой дакотой хотел бы сказать знакомым много лет и близко тесно общаемся но нет мы с вас ритой дакота есть общая подруга вита и она нас заочно познакомила с творчеством друг друга и мы один разок пересеклись на каком-то мероприятие фестивале и вот и подписались недавно друг на друга ставим друг другу лайки вот такое знакомство дальше с помощью с помощью какой программы пишешь такие охренительные биты есть две программы с помощью которых я пишу таких вентильные биты 1 это кубейс 11 автор от не совсем программы это эрик который мне помогает часто с инструментами вот когда познакомимся будем знакомы нас насколько необходимо классическое музыкальное образование современному артисту знаете чё вот не да но я подумал сейчас последних версиях софта например из на в облике такая история в одиннадцатом кубейси такая история есть ты подключаешь инструмент миди смысле виртуально вести там или какую-то библиотеку сэмплов и так далее выбираешь в миди редакторе гармонию тональность и все и на какую бы ты клавишу не нажал ты будешь в гармонии в тонале и самим собой и с тональностью правильно изъясняюсь да наверное правильно технически вот и то есть тебе в принципе не нужно получается знать нотную грамоту нужно просто чтобы тебя в голове приходили мелодии да и ты мог их наигрывать вон там вот и она технически уже все будет в гармонии этим самым на самом деле ставится очень большой вопрос очень большой вопрос обесценивания музыки ну мне кажется именно производства музыки потому что еще я знаю сейчас нейросети уже музло пишут придумывают ну давно уже дать то вот и именно процесс написания музыки пристает быть чем-то таким сакральным волшебным магическим и об этом говорит все абсолютно то есть и раньше требовались какие-то огромные студии звукозаписи вложения денег огромные и так далее сейчас ты можешь просто к ноутбуку микрофон подключить там настучать битва фрукте лупсе или в облике тут же записать это все за копейки и выпустить и разбогатеть и то есть по сути производства музыки на самого производства музыки но уже теряет какую-то ценность между прочим вот как раз почитайте наверное я по-свежему советую книгу как работает музыка а мы можем вот так сделать надо беру это который вокалист talking heads она зеркально все так понятнее просто переверните телефон не так не работает но вы поняли в общем вот такая книжка я еще мечтал это вся путь-дорожечка но взгляд через его призму восприятия музыки но круто тем что мало чего нового для человека который погружен в индустрию но как его взгляд и его путь с от винила там и студии звукозаписи дорогущих до нынешнего времени где можно вот так в комнате просто собрать микрофон компьютер и уже делать полноценное музло короче советую если кому интересно то буду свет и мне кажется что сейчас на ну типа что будет происходить дальше с музлом поскольку именно само написание музла без ценится это всякие перформансы вокруг музыки и конье конье как главный новатор наверное сегодняшний поп индустрии он это и показал последним альбомом дондо то есть если положить на весы мне кажется да альбом дондо и все что происходило вокруг альбома дондо события она где-то там рядышком может быть что-то даже и перевешивает вот то есть теперь речь не только музыки речь о перформансе об искусстве в самом широком его понимании и так далее на этом наверное нужно сконцентрироваться дальше хочу услышать а в топ-чартах почему этого не происходит потому что я не этот не умею писать музыку для топ-чартов достаточно честно аж монитор выключился понимаете что происходит нужно надо чтобы вы слушали чтобы вас было больше и так далее тогда будем в топ-чартах все зависит от вас дорогие мои слушатели лайки подписывайтесь на лайк подписка колокольчик пишите письма шлите нюцы я листаю вопрос читал ли ричарда докинза читал ли ричарда докинза бог как иллюзия если да поделись впечатлением нет не читал мне не нравится название какое-то абсурдное возможно что-то интересное как 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 ты думаешь почему второй сезон песен оказался таким провальным и пустым я не считаю что он оказался пустым провальным с точки зрения рейтингов я не знаю не смотрел на рейтинге с точки зрения восприятия блин там очень крутые музыканты были очень классное шоу то есть также постановки но не было реалити не было реалити не было вашего подключения к персонажам героям вы просто смотрели отчетные концерты вы не вникали в их жизнь и так далее возможно поэтому вас зацепило не так как первый сезон где вы со всеми познакомились максимально близко но не нельзя обесценивать не шоу не артистов тем более из-за этого просто не было реалити которое было очень дорогостоящим то есть ли хейт к твоему творчеству к тебе из соцсетей или в жизни как реагируешь слушайте какой-то я момент перестал его замечать давно когда он был а потом куда-то исчезну типа нет нет появляются какие-то ну совсем долбоёбы которые просто консер написали и свали туда что прям хейт 100 лет ничего такого не было фактически вот острый вопрос острый вопрос комфортно ли тебе жить в россии рок жив спрашивают да комфортно ли тебе жить в россии в целом да наверно ну типа на данный момент по крайней мере пока пока что пока они не в большом бизнесе и не сталкиваюсь какими-то действительно большими деньгами и проблемами с этим связанными что там дальше я не знаю по крайней мере по своему опыту евгения полякова присоединилась женя привет вот поэтому в этом смысле объективно говорить да ну в целом комфортно но есть какие-то морально этические стороны этого вопроса и вот то что я вижу мне не очень комфортно комфортно я думаю вы понимаете о чем и вот сейчас прям такой период когда этого от нее не очень комфортно стало очень много и я пока в растерянности честно потому что если говорить о политической какой-то ситуации я не верю ни в одних не в других и я впервые за долгое время не ходил на выборы потому что я понятия не имею за кого галочку надо ставить потому что мне не нравится никто из этих людей такая история с кем бы ты спел и звезд зарубежной эстрады с майклом джексоном сколько в этом году планируется треков в этом году уже вышло если не ошибаюсь 9 треков сейчас готовится может быть не готовится десятый может быть еще парочку успеем но это полноценный альбом считай за этот год как бороться с как бороться с выгоранием к любимому делу нужно отпустить ситуацию отдохнуть от любимого дела переключиться на что-то еще и возвращаться если будет такое желание если нет значит считаю уже дело и нелюбимое я пролистываю не очень интересные вопросы или не очень понятный вопрос если человека психическое расстройство будешь с ним общаться дружить я смотря на сколько это возможно будет дружить и общаться с человеком с психическим расстройством смотря какое расстройство ну типа в смысле они же разные бывают бывает наверняка расстройства при которых нельзя не получается общаться с человеком нормально когда планируете концерт в краснодаре концерт в краснодаре планируем 17 октября в малом рукбаре акустику приедешь в кб с концертом были весной посетил бы какого-нибудь мудреца что а вода про психические расстройства отклонения вот дислексе у спируши дислексия например да и у нее вот как бы нормально общаемся в чем твой смысл жизни не думаю что мне стоит делиться этим вот так вот прям прям вот так вот в прямом эфире но я думаю что в принципе смысл жизни мы придумываем себе сами потому что в целом целом реально мы на огромной какой-то херне я показываю просто настолько огромное что и не видно здесь несемся нигде в бесконечное никуда со скоростью охуеть и вы реально ищите в этом смысл какой-то максимум тот что вы себе сами придумаете придумай себе классный смысл живи с ним или или воспользуйся уже существующими есть пресеты смысла в жизни так листаем листа на листа откуда столько вопросов я смотрел не было столько вопросов отерена насыпалась ты с максом в ссоре нет и не в ссоре расскажи что-нибудь о песнях расскажи что-нибудь о песнях чего никто не знает ёпт мы жили 24 часа под камерами поэтому мне кажется все что происходило на песнях вы знаете как при всех имеющихся доказательствах верить в бога что-то имеешь ввиду что при всех имеющихся доказательствах чего были ли панические атаки добыли и бывают все еще сколько времени ты проводишь на студии чем занимаешь свободное время от музыки все свободное время провожу в студии если бы не музыка чем занимался я думаю производством видео спонтанность или стабильность спонтанная стабильность стабильная спонтанность может ли блин мне просто приходится открывать вопросы список вопросов их пол нельзя вот так листать как раньше можно было и поэтому я пропускаю многие ваши вопросы как думаешь направление современной ретро вэйва может стрельнуть блин классы направлений она уже много лет существует и все никак не стреляет у всего должен быть смысл давайте давайте тут продолжим там я кажется все вопросы интересно уже перебрал у всего должен быть смысл или случае есть когда его не нужно не искать не придумывать у жизни нет смысла и не нужно его искать и придумать ну если хочется придумать конечно у самой жизни у самого факта жизни существования я смысла не вижу никакого но кроме самовоспроизведения вот белый 1 биологическом уровне имеют а потом уже на интеллектуальном уровне мы придумываем себе классные смыслы и почему бы не так интереснее намного чем существовать просто как при всех имеющих согласно верить бога это я уже читал этот вопрос я не понял его может быть честно того перефразирует как родился трек тысяча лет и интера тысяча лет тысяча лет тысяча лет он был написан еще до выхода в период когда я заканчивал восход у меня уже была демка тысячи лет там там я прокачал музло подучился чуть петь позвал лёву и получился трек тысячи лет как был написан трек интро эту сложная история и рассказывал уже трек был написан послушай внимательно текст и все поймешь чувак ну я не придумал вот тут как там что ты видишь в этом треке вот каких-то обстоятельствах и был написан выбрал статы для мерча до когда можно будет купить билет на 17 я готова я думаю завтра послезавтра мы уже выкинем ссылочку на билеты билетов будет мало это маленький рок-барта вместимость кажется сейчас то в маленьком рукбаре маленьком рукбаре человек 100 120 может быть поэтому с билетами собрались и кто хочет действительно попасть не пропустите интеракт 1000 лет из фильма почему взяли потому что она подходит потому что песня 1000 лет это про путь к богу скажем так и мне показалось это цитата фразы из фильма очень хорошо дополняет трек как самочувствие хорошо я чуть приболел на какое-то время началось осталось только каши 150 там было но как в бочке до 150 это очень много и душно хочется по комфорте поэтому думаю 120 будет вот когда будет концерт бишкеки не знаю мы были бишкеке разок с песнями было очень классно когда женишься когда-нибудь любыми места в красе кроме студии и парка улица красная бар детектив где вы очень классный рейсик открыли чуваки централ парк называется рядом с кофе сетом эти чуваки кофе сет на и zip очень атмосферное место ну так далее какой трек твой высший уровень привет как дела ну да мне еще здесь и здесь минут дайте мне да там ребята пришли как заходите к нам эфир у нас делегация из питера сейчас посмотрим кто же там у нас алексей москвин знаменитей у нас в гости из петербурга честь рэп воплоти пар 1703 как бы да у меня прямой эфир просто да сейчас закончу с ребятами и это акачу не как вот так вот я думал шальная пригонит она все с тобой понятно катерина все ясно по поводу треков конечно вам решать решать слушателям но у меня такая тема есть что те треки которые мне по-настоящему нравятся до которые я считаю своими лучшими они вам нахер не всрались например волны типа мне кажется что я не делал ничего лучше чем волны как угодно эверест ну на вылет хорошая песня да да вот такой состав волны на вылет эверест как угодно венам не смотрел всем привет добро пожаловать спасибо смотрел любви боишься потерять популярность я ее еще не обретал мтв доктор привет привет мтв доктор я недавно подписался на тебя и теперь у меня весь инстаграмм в сиськах подписывайтесь на мтв доктор если хотите что вас весь инстаграмм был сиськах как будто к родителям гости пришли а я остаюсь в комнате 1 я пропустила поводу концерта в питере ребятам очень хочу очень хочу концерт питере сделать но дерьмовые продажи ничего не могу с этим поделать нет ну могу я стараюсь я стараюсь выпускают треки и так далее как только хайпанемся с вами немножечко сделаем все концерты везде чтобы были хорошие сборы любимый трек майкл джексона участвовать батлах или версии не хотел бы ознавить нет у меня есть знакомый рокер на интервью мы задали вот этот вопрос интересный ответ что для тебя музыка музыка для меня это форма существования йо бро хороший эфир обнял приподнял на связи от души бро увидимся так недавно был невероятно мрачный момент в жизни не скатиться в депрессивный эпизод помог только твой трек восход спасибо спасибо тебе большое за то что даешь такой фидбэк потому что на самом деле это очень важная цена когда понимаешь что то что ты делаешь для кого-то играет какую-то роль и имеет какой-то смысл потому что иногда сам скатываешься в точно такие же мрачники в такой же депрессуху и думаешь нахер я это делаю зачем кому это нужно так в жопу вообще к черту а потом получаешь ваш фидбэк и такой жизнь продолжается будет ли песня наподобие восход ответь блять нет больше никогда не будет песни наподобие восход точно так же не будет песни наподобие на вылет или еще какой-либо песни потому что что нужно сделать написать такую же песню как восход типа что значит наподобие то же самое сказать другими словами под такую же музыку или под другую музыку что что значит наподобие но хочешь перескажу тебе в другом треке то же самое что сказал восходе но какой в этом смысл я уже сказал что хотел сделал это в той форме в которой хотел камон как минимум два билета на твой концерт пить рекуплены спасибо большое не сдавайте билеты они будут активны на действительно на концерте когда он состоится восход и 50 огонь и прислушиваю когда ночью по улице иду кайф спасибо что думаю что по ситуацию с песни лсп номера это та ситуация когда дети прыгают и подпеть ни в коем случае в этой ситуации нельзя винить в этом лсп потому что чувак рассказывает но если я правильно все поле просто кажется слышал эту песню да и если не ошибаюсь я правильно об этом говорю так вот он говорит о том что происходит в нашей жизни в жизни подростков которые это делают да возможно как-то там рассказывать об их переживаниях и так далее и это как зеркало как бы банально и этот этот образ не был до метафора но это как зеркало это происходит ребят посмотрите в это зеркало прежде чем обвинять подумайте почему подростки это делают что их к этому толкает не песня явно песня просто откликается резонирует с ними ну типа с их переживаниями доводят не песню правильно горят доводят люди вокруг доводят ситуации жизни доводят безразличия доводят по хуизом окружающего мира вот что доводит на самом деле неготовность их психики к тому с чем они сталкиваются они олег лсп он просто рассказывает об этом и вместо того чтобы винить его вы наоборот обратите на это внимание типа блин чувак ты тут флажочек поднял возможно бы на эти ситуации меньше бы внимания обратили если бы не этот трек если бы это не происходило в связи с этим треком а сейчас все-таки нихера себе как оказывается у нас ну проблема какая есть и конечно очень удобно часто на коллега повесить нет идите в жопу решайте проблему они перевер перекладывать ответственность за нее пока ставим краснодарский пропуску что музыку кайфу несмотря на пробки спасибо большое кайф когда увижу на батл площадка снова в суде есть возможно и даже участникам не хочу на батл пока что точно когда новая песня послушай вот все которые вышли в этом году мне кажется я поступил и перехал спасибо ты правда помогаешь своим творчеством спасибо за фидбэк как относишься к тел пойдешь на концерт 3 октября в краснодаре а вот послезавтра да да если концерт состоится с кайфом пойду как тебе хаджим это миаги и тусовка на и пацаны очень круто делают когда в москву на концерт был неделю назад или две вы чё новыми чуринг салют музыка вдохновляет спасибо про минск не ответе да с минском та же самая ситуация ребят что со всем остальным нам нужно снова нарастить нашу активность новых слушателей взбодрить чуть-чуть старых как только вы все проснетесь мы к вам поедем с концертами должна ли быть цензура в музыка музыки в кель и то что удаляют подобные треки нет это не окей цензуры быть не должно и цензура должна быть естественной натуральной и органичной потому что иначе это замалчивание вот во что это превращается если вы видите что дети куча людей слушают тупое говно это в первую очередь сигнал о том что у ребят в головах какое-то говно понимаете и нужно что-то с этим делать а не запрещать им слушать тупое говно это еще не правило сп ни в коем случае нет это просто про цензуру знаете там пытаются типа там ой вот это слушаю там маргенштерн не маргенштерн и так далее занимайтесь проблемами решайте проблемы с детьми другими методами они запретами и не цензурой как бы мне не нравилось что там ну если мне не нравится какая-то музыка но запрещать ее это полная херня абсолютный абсурд просто замалчивание заметание ссора под ковер называйте это как хотите то что этого не должно быть допустим там на телевидении да или на радио в таком публичном вещание да это окей ну то есть там едешь с ребенком в машине дает там мат например не нормативная лексика согласен вот но то что это в интернете либо где-то там еще до доступность и ты хочешь что раздобыть надо должно быть вот ребят большое вам спасибо мы с вами час практически просидели в эфире я эфир сохраню а если дети слушают который через себя даже как они могут создать музыку который не слушать вокруг запоминали не понимаю вопрос а где грань в ограниченной нужно где грань между органичной цензурой и той которой быть не должно я сказал я сказал что музыка с ненормативной лексикой или какие-то ненормативным посылом не должна транслироваться на радио не должна транслироваться на телевидении то есть на тех каналах вещания с которыми ты можешь столкнуться просто идя по улице да то есть в интернет вы можете ограничиться несовершеннолетним детям каким угодно образом родительский контроль и так далее телевизор вы не сможете ограничить если вы смотрите первый канал да а там матюкаются вот иначе цензура она приводит к очень печальным последствиям все всем спасибо никакой цензуры слушайте хорошую музыку всех люблю всех обнял спасибо всем кто на связи вы сегодня прям стабильно сидели все слушали смотрели на всем привет пока под точнее всем пока этого не это я давайте привет пока привет пока подписывайтесь на вами пишите письма шли тянется сюда давайте пока